Есть в мире профессии, а есть призвания. И, пожалуй, самое почетное и самое уважаемое из них – быть наставником, учителем в самом глубоком понимании этого слова. Сегодня их праздник – День учителей и наставников. Для них это не просто специальность, а потребность движения человеческого сердца навстречу тем, кто стремится к свету знаний и мастерства, а значит и навстречу дню завтрашнему. Сегодня все наши практические дела и устремления направлены на то, чтобы профессия учителя стала в Узбекистане самой престижной и почитаемой. На достижение этой благородной цели наше государство и общество направят все необходимые средства и ресурсы, отмечено в праздничном поздравлении президента Республики Узбекистан, адресованном главным героем сегодняшнего дня. Итак, каким должен быть учитель 21 века? Поздравление есть и ответ на этот вопрос. Современный учитель должен быть универсальным специалистом. Не только учить, но и одновременно учиться сам, то есть постоянно работать над собой, повышать свои знания. Самое главное, он должен быть настоящим патриотом. Лишь тот учитель, в сердце которого живет любовь к родине, преданность своей профессии, может воспитать истинных патриотов. Я горжусь профессией учителя. В сфере образования работаю уже 38 лет. Сегодня мои ученики трудятся в самых разных отраслях и вносят свой вклад в развитие и процветание нашей страны. Я искренне радуюсь их достижениям. Все это благодаря уделяемому вниманию преподавателям. Наш президент значительно поднял статус учителей. Он говорил, что каждый человек должен с уважением относиться к представителям этой профессии. Я очень тронута поздравлением главы нашего государства. Мне кажется, такого внимания к учителям нет нигде. Поэтому от нас требуется еще больше отдачи, еще больше любви к своей профессии. Наш долг – оправдать это доверие. С воодушевлением услышали праздничные поздравления верховного главнокомандующего, президента нашей страны, которые сегодня еще раз нас вдохновляют и дают нам еще силы, которые мы хотели бы направить на военно-патриотическое воспитание молодежи, на подрастающее поколение. Очень много также делается для ветеранов, для заслуженных наших наставников в социальных вопросах, повышения их роли. Предоставляется очень много льгот, в том числе и направленные на обеспечение жильем, санаторо-курортное лечение наших ветеранов. Конечно, всегда мы будем прилагать все свои усилия, все свои знания, передавать свой опыт подрастающему поколению, чтобы всегда на нашей земле было спокойствие и мир, и чтобы наши знания только пригодились на полигонах и на учениях. Услышав обращение нашего президента, мы были очень воодушевлены. Он особо подчеркнул роль учителей и наставников воспитания подрастающего поколения, отметил наш труд. При этом глава государства подчеркнул, что сегодняшний учитель должен быть универсальным. Действительно, нам необходимо идти в ногу со временем, постоянно работать над собой, не только учить детей, но и самим все время учиться чему-то новому. Продолжение следует...